Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Спрос на дистанционных сотрудников Кировской области вырос в разы. Новое исследование провела компания Headhunter. Выяснилось, что после перехода на работу на удаленку 70% опрошенных сократили расходы на транспорт, 45% на одежду и обувь, 30% стали меньше тратить на развлечения, 22% на питание. При этом у 62% возросли затраты на электроэнергию. У 34% на еду, у 30% на интернет и мобильную связь, у 14% на развлечения. 9% на дистанционной работе стали больше тратить на одежду и обувь, еще 9% на транспорт. 23% опрошенных столкнулись с тратами, которых не было ранее, на услуги доставки, констовары, оргтехнику, кофе и даже на мебель. 67% участников опроса на дистанции не стали тратить больше. Спрос на сотрудников, которые могут работать вне офиса, в стране растет в январе по России в целом открыто в 3,5 раза больше вакансий, чем в январе 2021-го. В Кировской области удаленных вакансий стало сразу в 4,5 раза больше. Экономика на 101 ФМ 400 предприятий Кировской области получили льготные кредиты от государства, их общая сумма почти миллиард рублей. Общий объем льготных кредитов по программе ФОТ 3.0 в целом по России оценивается в 89 миллиардов рублей. Второй ее этап был запущен 1 ноября прошлого года и длился два месяца. Это антикризисная мера поддержки бизнеса в период нерабочих дней. Предприятие может получить средства для сохранения рабочих мест. Деньги перечислили в 26 компаний страны, где работает 650 тысяч сотрудников. Экономика В завершении о валютах на сегодня официальный доллар 77,47 евро стоит 86 рублей 50 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа Экономика На 101 ФМ